Welcome, братки! Сегодня у меня пятничка, и сразу же после работы я помчался на спот. И примчался я вот на такой вот спотик. Стоит уже достаточно долгое время, но какая была история? Вот эти все плиты, они стояли раздельно, примерно около метра было между ними, и поэтому я сюда даже не ссувался. И вот тут буквально недавно их совместили, и вуаля, я тут как тут. Я так думаю, что вам всем хорошо известен этот забор из плит, он широко распространен. Понятно, что для граффити чаще всего используется обратная сторона, ровная. На вот такой вот ромбовой стороне я ни разу не рисовал, но я всегда хотел попробовать порисовать по вот этим ромбам, но как-то все не доходит у меня до этого. Забор имеет название PO2. Это самый распространенный забор, ограждающий различные предприятия, которые строились еще в СССР. То есть с 70-х годов этот забор был разработан. И перед разработчиком Борисом Лахманом стояла очень непростая задача, чтобы создать эстетически красивый и многофункциональный забор. Вот эти самые ромбики и несут несколько функций. То есть первая функция этих ромбиков – игра света. То есть свет по-разному падает, создает тень, уже не так скучно, уже не так серо. Да, я в принципе с этим согласен. Второе. Когда идет дождь, с помощью этих же самых ромбиков стенка сама себя получается обмывает. Забор после дождя остается чистый. Третье. Он несет функцию шумоизоляции. Вот такие вот интересные факты про этот забор. Потому что решил бы вам про него рассказать. Потому что лично для меня граффити – это ассоциация с этим забором вообще как ничто другое. Потому что я начинал рисовать на таких плитах. Я постоянно вижу граффити на таких заборах. И вообще этот забор для меня и в наше время, я считаю, что неотремлемая часть граффити. Мне кажется, сейчас тоже продолжают делать такие заборы. Но особой популярностью они уже не пользуются. Среди новых каких-то предприятий или еще чего-то. Мне кажется, сейчас уже много других есть интересных вариантов. Но вот такая вот история. И это действительно история 70-е годы. Кстати, этот же инженер, или как его назвать, Борис Лахман, в 80-х уехал в USA. Между прочим, дальнейшую судьбу я его не знаю. И сегодня будем рисовать вот на такой стеночке. Значит, по планам по граффити сегодня у меня такая праздничная тематика. Ну, как праздничная, в общем, увидите. И еще с собой у меня вот такая интересная штука. Очень интересно мне ее протестировать. Уверен, что немногие поняли, что это. В общем, смотрите, все дальше. Субтитры сделал DimaTorzok 30-ти градусная жара в августе в моем регионе. Ну, такое достаточно редкое явление. Солнышко прям хорошо подогревает. Ну, лучше так, чем дожди, я вам скажу. В общем, смотрите, какая штука у меня есть. В общем, мы ее покупали своей дочери. Это что-то типа водной пушки. И я хочу сейчас попробовать залить в нее краску и пофигачить с нее фон. Пострелять. Вот. Только сначала я ее приведу в более брутальный вид. Ну, так, по лайту. Пускай малех посохнет, пока я открываю краску. Давайте постреляем. Очень интересно вам посмотреть, что получится из этого. Если что, мало ли, вдруг соберетесь сделать что-то подобное. Краска у меня предварительно разбавлена. Разбавлено. Прикольно. Мне нравится. Очень интересно. Сейчас поближе поставим красочку. Очень интересный способ. Пам. Погнали дальше. Почаще приходится заправлять ее. Если честно, думал, что расход будет гораздо серьезней. Погнали дальше. 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 Давайте продолжим веселиться с красной смесью. Играет музыка. Играет музыка. К поводу водной детской пушки. Продается она такая в фикс прайсах, если что, если вам будет интересно. И все-таки я понял, что, наверное, концентрацию нужно делать поменьше, не такую жидкую. И это не садовый распылитель. Здесь, наверное, все-таки нужно поменьше, чтобы был понасыщеннее цвет. Я как бы тут набрызгал, и как бы стенка еще впитывает, и как бы не, в целом фон-то как бы имеется. Но в следующий раз, если я буду баловаться подобной вещью, я сделаю концентрацию побольше самой краски для насыщенности. Играет музыка. ну вот такой вот вышел фончик вообще прикольно я на самом деле люблю когда есть пространство вот как здесь поиграться с фоном на самом деле я тут разугорелся что-то с этой пушкой у меня пару выстрелов было прямо на дорогу наверно мало приятного да было бы если бы над лобовое прилетела бы просто краска ну вроде как такого не произошло поэтому фоном я рад кайф получился фон да и по поводу тематики вот это вот спросите вот это вы что такое в общем это торт который вот так вот грубо говоря клацает персонаж в шрифт я нарисовал себе торт на свой день рождения 27 поэтому такая вот праздничная тематика сегодня стартом и с таким вот персонажем в общем кусок в честь моего 27-летия вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok